И всем привет, дорогие друзья! С вами Георгий, канал PlayGeorge. Ну что ж, сегодня Ференцевар Шерчесова сыграет с азербайджанским Карабахом в третьем раунде квалификации Лиги Чемпионов. Ну что ж, я как обычно желаю Станиславу Салановичу вам удачи, победы. Как и в прошлой игре, в принципе, великолепно сыграли со Слованом 4-1, причем четвертый гол забили на последней минуте. Вообще уничтожили соперника, все ожидали, ну кроме меня, что все проиграет, поражение, вылетит и все такое, ничего не получится. Ой, камера, блин, ничего не выйдет. А в итоге всем все доказал, разгромил и прошел дальше. Браво! Нет, я реально до последнего верил, 4-1. Надеюсь, с Карабахом будет то же самое. Ну, вряд ли, конечно, 4-1, потому что недавно Ференцевар уж играл в чемпионате. Кстати, Станислав Саланович говорил, что в августе будет очень сложный и тяжелый график у Ференцевар ужа. Кубки и чемпионат. Вот они недавно играли в чемпионате Венгрии, еле-еле 1-0 выиграли Пушкаш на 94-й минуте забили, потому что перед этим были вымотаны в Лиге Чемпионов. Сейчас то же самое будет в Лиге Чемпионов, будут вымотаны после чемпионата. Через два дня на треть игры это, конечно, очень тяжело, поэтому вряд ли будет 4-1. Но я очень надеюсь на то, что Ференцевар уж победит. Желаю вам искренней победы. Станислав Саланович и вашей команде тоже. Просто вот вы потрясли меня тогда 4-1 со Слованом. Но Карабах, конечно, тоже не подарок. Они как-то играли в групповом этапе Лиги Чемпионов, я это точно помню. Ну да, конечно, если сравнивать со Слованом и с Тоболом, ну, посильнее Тобола, конечно, но мне кажется, слабее Братиславского Слована это точно, как мне кажется. Поэтому выиграть вполне должны. Игра начинается в 7 часов по московскому времени. К сожалению, в России этот матч не показывают. Я бы посмотрел с удовольствием, но, увы, нигде нет. Но, может быть, если я где-нибудь на каком-нибудь там сайте или канале найду, то я посмотрю. Обязательно будет выпуск после матча. Какой бы ни был результат, обязательно будет. Обсудим все. Все обсудим, все скажем, все расскажем. Ну, а на этом все. Пишите свое мнение в комментариях о предстоящем матче. Что вы думаете по поводу предстоящей игры? Как сыграет Ференс Варуш? Удастся ли победить? Кстати, фаворитом, к сожалению, считается Карабах. Ну, там небольшое, так скажем, 34% на Карабах, 29% на Ференс Варуш и 36% на ничью. То есть, больше всего ставят на ничью. Ну, кстати, вполне логично, что ничья может быть тоже. Но я истинно верю в Павел Ференс Варуш. Так что пишите свое мнение в комментариях о предстоящей игре. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылка в описании. Там много всего интересного. Ну, а на этом все. С вами был Георгий. Канал PlayGeorge. Всем удачи и пока. Пока.